Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала Маги, Успеха, Старо и Самопознание. Меня зовут Наталья, кто со мной еще не знаком. Сегодня вашему вниманию предлагаю вновь окунуться в мысль загаданного человека и посмотреть, что же он о вас думает с самого утра. Итак, вариант будет один. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, подумайте о том человеке, который вам интересен, визуализируйте его, произнесите имя, дату рождения, посмотрим, в каких энергиях находится человек, как его видят высшие силы, какая ситуация между вами и будем задавать наши основные вопросы. Итак, смотрим. Какой мужчина, в каких энергиях пришел к нам сегодня на расклад? Сила, могущество. Ох, какие яркие энергии у вашего загаданного человека сегодня. Однозначно есть решительность, есть целеустремленность, есть, знаете, такой запал на что-то яркое, позитивное. Возможно, человек действительно сегодня физически много трудится, это тоже имеет место быть, но и также не исключены умственные сегодня прям такой мозговой штурм у человека может быть. И хочется здесь сказать, что, скорее всего, у человека все получается, все складывается благополучно, но и также сегодня в энергиях человека присутствует, знаете, такая некая детскость, раззадоривает его, может быть, кто-то, либо он сам прилагает все усилия быть ярким, позитивным, быть человеком компании. Он может сегодня шалить, шутить, ну, что-то такое. Но, смотрите, здесь не просто, да, шалить, шутить. Человек четко понимает, где он находится, с кем он находится, что ему точно можно говорить, а что не нужно говорить. И вот у него сегодня, знаете, словно может быть такой баланс, равновесие. Также человек, возможно, реально принимает сегодня некое решение. Для него это очень важно, для него это очень значимо. Либо здесь человек прилагает сегодня все силы, все усилия для того, чтобы что-то отсечь от своей, вернее, из своей жизни. Энергия наимощнейшая, честно говоря. Чувствуется сила духа, подъем, настрой. Кстати, у человека, знаете, могло сегодня прийти некое осознание, что он способен на многое. Может быть, до этого момента, до сегодняшнего дня он как-то чувствовал себя слабым. Никем, знаете, из его личного окружения, допустим, или просто из общества, его никто не признавал. То вот сегодня как раз есть вот такой момент, что его словно как бы признают. Мощная энергия, очень мощная. Хорошо, давайте посмотрим вообще, какой он сам по себе. Какой он как человек, как его видят высшие силы. Какой он сам по себе. Какой он сам по себе. Ну, смотрите, здесь на самом деле он пытается выглядеть в глазах других людей, конечно же, императором. Император не вышел здесь в триплете, да, но все-таки идет на дне колоды. Этот аркан, старший аркан, тоже очень важный. Больше, конечно, в нем проигрывается некая незрелость. Давайте так скажу, да. Либо здесь человек еще совсем юный. Но, конечно же, это не обязательно. Может быть, ему, как говорится, уже далеко за, но все равно вот в нем прослеживается чуть-чуть такая некая детская инфантильность, будем говорить. Но в любом случае этот человек всегда стремится к чему-то новому. Этот человек всегда старается познать этот мир. Он легко обучаем на самом деле. Но смотрите, здесь он в любом случае будет такой немного скрытный, боязливый, может подвешивать ситуации, те, которые, допустим, он не может решить здесь и сейчас. Он никуда не торопится. Он считает, что времени, как говорится, много. И я все в этой жизни могу успеть. Сам по себе человек может быть очень гармоничным, невспыльчивым, но это не всегда будет у него такая тенденция проявлена. Его может, как говорится, колбасить из пустого порожнее. Ну, то есть, то я яркий, активный, то я вообще меланхоличный и так далее. Вот, кстати, в нем может сочетаться два темперамента, два типа личности. Либо реально меланхолик, либо там суперхолерик. Ну, что-то такое в нем может прослеживаться. В целом, человек, конечно же, знаете, имеет такое качество примерять других людей. То есть, он может, если кто-то вдруг поссорился, я не знаю, как-то вот что-то произошло не так, то этот человек действительно может быть таким связующим звеном, который объединит двух людей. Вот это у него может быть как-то дар его какой-то, может быть, да. Также этот человек может быть носителем постоянных новостей. Новости, как правило, он может выдавать разные, да, 50 на 50 и положительные, и отрицательные. Он сам по себе может что-то такое свершить, что для других это будет, знаете, в диковинку, в новинку. Ну, я не знаю, допустим, если вы никогда не ожидали от человека, что он будет, я просто условно говорю, да, что он будет помогать бездомным, допустим, или бездетным, да, людям, ну, к примеру, да, то здесь может вот эта тенденция проявляться. Здесь может быть человек-донор. Донор, донор бывают разные, вот он может быть этим человеком-донором. Что еще можно об этом человеке сказать? Если, допустим, к примеру, возникает какая-то трудная ситуация, то он, конечно, накрутит себя, перекрутит, перевертит, придумает того, чего нет, создать в себе какие-то собственные ограничения, скорее всего, это будет из-за того, что у него все-таки прослеживается вот эта вот детская амбициозность. Если, к примеру, что-то не получается по его, так как было запланировано, то, конечно, здесь человек может немного, как говорится, и взбунтоваться, да, отстаивая какие-то свои интересы. Вот такой пришел мужчина. Он хороший, но скрытный. Скорее всего, человек здесь к своему сердцу близко никого не впускает, не подпускает. Он очень огненный, очень страстный. Он живой. Вот здесь вот человек живой. Но опять-таки, да, живой до поры до времени, потому что некоторые ситуации его могут сбить с пути, может впасть вот в какое-то такое пассивное состояние. У него здесь будет это прослеживаться 50 на 50. Хорошо, давайте посмотрим ситуацию между вами. Ситуация между вами. Ситуация между вами. Либо здесь женщина узнала о нехороших вещах, которые мог свершить этот человек, исходя из своего какого-то детского поведения, да. Ну, то есть человек не продумал какие-то свои шаги, будем говорить так, да, и натворил кучу разных нехороших дел. Либо же здесь сама женщина могла, знаете как, обмануться вот в этом человеке. Обмануться в этом человеке. Здесь, понимаете, вот в вашей паре много скрытно вам. И, скорее всего, на данный период времени здесь развития как такового нет. Словно здесь, знаете, как еще проходит, некие манипуляции, недосказанность, недоговоренность, недоделанность, чего бы то ни было. Вот вроде бы есть отношения, но они... Внутри такое ощущение, что их как будто бы и нет. Понимаете здесь о чем речь? Они вроде бы и есть, и их вроде бы и нет. Здесь какой-то идет тотальный самообман. Либо же для кого-то проиграется действительно... Женщине пришла внезапная новость, известие о каком-то нехорошем поступке вашего загаданного человека. И здесь на самом деле по королеве мечи, девочки, вы могли вообще все отрезать. Сделать такую некую паузу, остановку. Я не вижу здесь вот прям окончания ваших отношений. По четверке Пентакли... Ой, ну да, по четверке Пентакли здесь как-то вот просто словно переостановка чего бы то ни было. Здесь могла быть какая-то нечестная история связана с финансовой составляющей. Для кого-то может быть, конечно, проиграться, что, к примеру, загаданный вами человек вам не сообщил о какой-то сумме, допустим, на которую вы рассчитывали, да? То есть вы на нее должны были что-то приобрести, купить, а по итогу мужчина вам сказал ой, извини, у меня, допустим, этих средств нету. Хотя на самом деле он вам мог это пообещать. То есть обманул, да? То есть что-то скрыл, не договорил, либо просто не сдержал слова. Какие-то такие моменты, да? Либо здесь человек, к примеру, если вы в расставании окончательном, такое тоже может быть, потому что королева меча, она действительно может отрезать эти отношения. И ваш загаданный человек должен был бы выплатить алименты, к примеру, вашему ребенку, да? Но он этого не делает, он увиливает от работы и так далее. То есть ситуации могут быть разные. Но в целом, для большей части людей, которые смотрят данный расклад, я не вижу здесь окончания, я не вижу здесь точки, но все равно что-то нехорошее однозначно между вами происходит. И самое главное, нечестное. Самое главное, нечестное. Давайте смотреть, что же думал о вас, загаданный вами человек, сегодня тогда, когда проснулся. Что он о вас думал? Как было бы замечательно, как было бы замечательно, если бы была возможность рядом с вами сегодня проснуться в одной постели, девочки. Он тогда почувствовал себя истинным мужчиной, истинным императором, с таким импульсом, движением. И у него, у него бы все спорилось, все ладилось. Вот прям какой-то такой настрой у него сегодня. Смотрите, здесь действительно человек, возможно, даже размышлял о том, тогда, когда проснулся, что вам, может быть, действительно, нужна помощь, вам нужно будет либо помочь как-то материально, либо что-то вам, я не знаю, привезти, увезти, возможно, да, мало ли, допустим, там вы хотите перевезти мебель из одного, допустим, дома в другой дом или квартиры, да, то в принципе, он, зная об этом, уже настроен, был на то, чтобы взять ответственность и помочь вам в каком-то процессе. Для кого-то проиграется так, для кого-то проиграется, что он сам был бы не прочь, все-таки, девчонки, получить от вас некий ресурс, некую поддержку для того, чтобы ему в течение дня чувствовать себя вот действительно таким энергичным человеком, с которым можно брать пример, уверенным в себе, вот у него прям какая-то такая идея, словно в голове прокрутилась, да, если, конечно же, вы проживаете под одной крышей, то у него в мыслях это решить какие-то насущные домашние вопросы, то есть, какие-то вопросы, которые касаются быта. Такое тоже может быть, да, вы для него женщина, все равно вы, вот он проснулся и понимает, что вы для него та женщина, которая родная, вы для него ценная, близкая, родная, если вы даже находитесь не под одной крышей, то все равно у него есть мысли об этом. Есть мысли об этом. Возможно, у кого-то из ваших мужчин было дикое желание сегодня реально к вам приехать, девчонки. то есть, вот он утром проснулся и он думал, как бы ему свершить вот этот вот поступок, импульс, который идет от его, от него в целом. Я не хочу сказать, что здесь у него прям с утра проявляются какие-то там очень нежные эмоции. Нет, здесь словно человеку может чего-то не хватать. Вот я хочу немножко эту шестерку раскрыть, а чего ему не хватает. Допустим, вот, что бы вы ему могли такое дать, и он бы реально чувствовал себя императором, да, крутым мужчиной. Что, вот по его мнению, что вы могли бы ему дать? Туз-чаш, девочки, любовь, эмоции, наполнение. Вот как я изначально сказала, ему бы очень хотелось сегодня проснуться, а рядом, чтобы были вы. Это для тех, кто рядом не спит с этим человеком. Хорошо. Давайте посмотрим, что человек думал о вас в течение дня. Что думал о вас человек в течение дня? Вы тот человек, который ему даете наслаждение, счастье, благополучие, лёгкость. Да. И как ему всё-таки повезло встретить вас, девочки. А он считает вас своей парой. И вы, кстати, смотрите друг на друга. Король чаш и королева чаш. Вот почему-то мне даже хочется вот так положить с вашего позволения. Он надеется на какой-то шанс. Смотрите, если действительно у вас сейчас какая-то стагнация, каждый закрылся, как говорится, в себе, ничего особо не происходит, то здесь человек рассчитывает на некие шансы, которые даст ему, не знаю, случай. Кто-то может быть ему реально в чём-то поможет. Может быть вы ему поможете проявиться к вам, да, либо он сам всё-таки возьмёт ответственность и постарается к вам проявиться. Для кого-то, конечно, может быть человек и действительно уже, как говорится, с утра и на пороге у вас. Там, дорогая, давай я тебе подвезу до работы, допустим, да, у кого-то проиграется и так. И если действительно вы сегодня с утра встретились, случайно, не случайно, то поверьте, в течение дня он был окрылён, он был воодушевлён, у него была такая некая эйфория, я люблю, я влюблён, и я чувствую, что она меня тоже любит. Представляете, как классно сегодня идёт, да, очень здорово. Но если, допустим, у кого-то встреча не состоялась с утра, то в любом случае человек в течение дня надеется и рассчитывает, да, всё-таки на то, что как-то свершится сие чудо, и вы встретитесь. И вы подарите друг другу много нежности, теплоты, ласки, обнимашек, поцелуйчиков, да. Давайте смотреть, что же будет думать о вас загаданный вами человек на ночь глядя. Что он будет думать о вас на ночь глядя? моя звёздочка, моя яркая. Она от меня далеко. Какая же она всё-таки красивая. Девочки, он у вас будет перед тем, как ему заснуть, будут проявляться, знаете, нотки ревности. он будет себя успокаивать, потом опять немножко нервничать, ревновать, потом будет опять себя успокаивать, то есть его будет штормить из стороны и в сторону. И вот кстати, два старших аркана тоже, да, мысли очень серьёзные. Вы значимы в его жизни на самом деле. И вы тот человек, который возможно его жизнь меняете. Кто конечно в какую сторону, здесь тоже нужно понимать. Либо вы в человеке реально раскрываете его чувственную сферу, да, либо вы здесь вообще человеку помогаете идти в рост в каком-то своём творческом начале, в профессиональной деятельности. Это тоже так может здесь проигрываться. Но выходит, вот знаете, много всё равно вот такой нежности, да, я вот вижу, что человек как-то внутри словно раскрывает свою сердечную чакру. Может быть, конечно, он и сопротивляется, да, может быть. но это судьба, вы женщина ему по судьбе, и этому сопротивляться бесполезно на самом деле. Как бы он не старался, что бы он там не делал, там, допустим, старался не думать о вас в какие-то дни, сегодня однозначно человек где-то летает в эйфории. Может быть, вы действительно накануне как-то общались, да, возможно, какую-то новость человека вас узнал, услышал накануне, и поэтому вот у него, вы знаете, мозг переключился на тот момент, что, а может быть, все-таки есть возможности встретиться, пообщаться, увидеться, обсудить какие-то вопросы, моменты, я хочу раскрыть вот этого Пажика Мечей, сына Мечей, Паж Мечей, о чем здесь больше этот аркан нам повествует, о чем. Девочки, смотрите, а вы ведь его вы являетесь его некой мечтой, возможно, той мечтой, которую он когда-то себе в голове прорисовывал, визуализировал, представлял, как хотите. И если, допустим, к примеру, ему раньше казалось, что это все выдумка, это все ерунда, это все не работает, знаете, такой Фома, неверующий, то в сегодняшнем дне этот человек начинает понимать, возможно, даже те самые законы вселенной, что реально в мире что-то такое есть, и это работает. что то, действительно, о чем ранее когда-то человек мечтал, представлял, оно в жизни воплощается, свершается. Возможно, сегодня перед сном девочки он как раз вспомнит, все-таки, Паш Мечей, это у нас ментал, это мысли, да, это какой-то вообще отдельный мир, честно говоря, вот этот вот сын Мечей, он дает что-то такое нереально сказочное, понимаете, и вот здесь человек действительно будет понимать, и еще раз повторюсь, в памяти у него все-таки на дне колоды у меня еще шестерка кубков, да, то есть это когда-то было давно им в голове сформировано, и он вспомнит, что он мечтал вот именно о такой женщине, как вы, понимаете, вы совпали, как образ, может быть, совпал ваш, да, характер, вот понимаете, по Аркану звезда все равно эта женщина, это некий такой эталон красоты, вот вы являетесь для него супер-женщиной, вот лично для него, для других, может быть, вы вообще не об этом, да, а вот для этого человека вы действительно самая лучшая, самая красивая, самая-самая-самая, и у него, знаете, какой-то даже будет духовный вот подъем, я не знаю, ему реально захочется взлететь словно, понимаете, до него дойдет, что, еще раз повторюсь, вот как осенило словно, до него дойдет реально, что он когда-то вас представлял, а теперь вы есть в его жизни, в реальном, в материальном мире, вы есть, а как он на это реагирует, а как он на это отреагирует, давайте посмотрим, мне просто интересно, понимаете, куда его мысли заведут, а как он на это отреагирует, удивительно, а как он на это отреагирует, королева жезлов, на дне колоды императрицы, девочки, все, вы затмили, будем говорить, вы затмили всех женщин, вот вы, та женщина, которая, вот, понимаете, как, и он в шоке, он реально в шоке, такого не бывает, понимаете, такого не бывает, вы совмещаете нескольких, нескольких женщин в одной себе, его реакция, да вы лучшие, девчонки, вы реально лучше, как еще, его реакция, его реакция, вот, знаете, с одной стороны, он где-то даже испугается, в том плане, а какой будет этот путь с вами, понимаете, вот тогда, когда мы фантазируем себе, представляем, да, мы это хотим, но тогда, когда у нас это есть, а что теперь с этим делать, мы, как бы, немножечко теряемся, мы не знаем, нет, ну, мы примерно предполагаем, да, но все равно мечта мечтой, а вот как я с этим буду жить, тут вот вопрос, понимаете, и здесь все равно у него есть какие-то, он почему-то, знаете, думает, что не так все просто, вот между вами, то полоса черная, то полоса белая, то полоса черная, то полоса белая, но понимаете, у него все равно загорится какой-то импульс на продвижение в вашу сторону, это однозначно, его реакция, даже несмотря на вот эту вот полосу черную, полосу белую, да, вот он понимает, вот смотрите, да, он понимает, что с вами будет непросто, все-таки тут вышел пажик, да, а вас он видит, ну, реально очень мощной женщиной, хотя он пытается быть императором, да, но каждый человек все равно знает про свои способности, знает, начинает, и вот смотрите, и энергия у нас тоже сегодня вышла, вот реально как осознание, и это дает ему силы, девчонки, вот эта вот вся история, там может быть у него какие-то свои дела, личные, да, но вот эта энергия, она продолжится словно еще на несколько дней, туда подальше, потому что туз Жезлов, это начало, это движение, это, возможно, даже возрождение, возможно, даже возрождение, у него реакция, его реакция, справится ли он, вот с этими ступеньками, справится ли он с этими ступеньками, чтобы с вами идти вровень, туда, в высоту, в будущее, справится ли он, но желание у него есть, девочки, запал у него однозначно есть, хорошо, давайте еще такой вопрос зададим, хорошо, еще такой вопрос зададим, все-таки, к чему он придет, вот к своим там, вывод, умным размышлениям, да, все-таки, к чему он придет в отношении вас, к чему он придет в отношении вас, каким умозаключением, чему он придет вот та непонятная ситуация которая на сегодняшний день возможно есть между вами вот это вот стагнационное состояние состояние такого такое ощущение что все завершилось восстановить уже ничего не будет невозможно да здесь человек конечно будет пытаться выйти из вот этого состояния который есть между вами некой такой запутанности он будет стараться он будет стараться девочки знаете и он будет стараться наверное прикладывать все усилия включать свою интуицию какие шаги ему делать вашу сторону и чтобы это было правильно и на дне колоды у меня мир арканда то есть примирение то есть человек здесь действительно будет как-то себя сказать он еще не знает как особо да чтобы вот этот свой туз жезлов импульс вашу сторону воплотить в жизнь но он будет стараться выходить вот из этого состояния печальности досады переживаний и так далее в отношении вас он хочет с вами помириться девочки если вы прям соль если допустим у вас нету там особо разногласий таких вот да может быть просто бытовые какие-то вопросы иногда они как как стычка такая небольшая может произойти да да здесь человек в любом случае хотел бы найти что-то общее что могло бы вас объединить и не расстраиваться да чтобы вы не расстраивались он не расстраивался и чтобы знаете еще такой момент был чтобы наверно ушла вот это вот какая-то тайна недосказанность человек будет готов над этим работать стараться трудиться стараться трудиться как вот этот паучок до чтобы самому не вот не запутаться своей собственной паутине своих собственных мыслях и поэтому он будет подключать интуицию как ему лучше поступать в отношении вас какие шаги предпринимать вы ему нужны вы ему нужна вы ему важно потому что он знает что вы именно та женщина которая может дать ему этот туз чаш только вы девочки это любовь это чувство это наполнение это счастье поэтому сегодня вот такие вот мысли благодарю вас что вы досмотрели данное видео до завершения я от всей души благодарю то что вы со мной подписывайтесь на мой канал ставите лайки пишите комментарии огромное огромное вам спасибо низкий поклон за то что помогать развиваться моему каналу и сегодня слово из потока чтобы она была вам как талисманом на следующие сутки пусть будет доверие просто доверие всего доброго до новых видео